Начиная с минувших выходных в советском районе Орла работают две новые ярмарочные площадки. Разместились они на улице Лесково и площади Жуково вместо прибора строительной. Торговые места в субботу и воскресенье предоставляются бесплатно, сообщил на аппаратном совещании зампред регионального правительства Дмитрий Бутузов. Хочу обратить внимание, соответствующее мы письмо направили в город с рекомендациями усилить работу организованного характера, потому что есть определенное напряжение при распределении мест, есть сегодня еще нерешенность вопросов санитарно-бытовых, то, о чем мы говорили. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет уже доведена до тех параметров, о которых мы говорили. Ну и самое главное, на мой взгляд, должен быть очень четко составлен график и схема размещения объектов торговли. В частности, на мой взгляд, нужно отдавать приоритет в первую очередь производителям, которые сегодня работают на территории Орловской области, поскольку ярмарки изначально планировались под эти задачи. Кстати, для удобства покупателей в субботу и воскресенье с 8 утра до 16 часов дня организован маршрутный автобус от прибора строительной до ярмарочной площадки на Лесково и обратно в поездки бесплатно. Также Дмитрий Бутусов подвел итоги анализа ценовой ситуации. В рейтинге ЦФО по стоимости набора продовольственных товаров Орловская область занимает 13 место. Снижение цен отмечено на рис, крупу, гречневое, пшено. Максимальное снижение розничных цен отмечено на огурцы более 12%, помидоры свежие более 12%. Если вы помните, еще неделю назад я как раз докладывал по огурцам как к одной из проблемных позиций. По тем позициям, по которым у нас заметны сезонные колебания, они будут выравниваться по мере того, как мы будем запускать предприятие по выращиванию овощей в закрытом грунте. А вот по производству всей сахарной продукции, там мы знаем причины, из-за которых существенно ослаблено наше влияние, поскольку опять-таки сахар к нам приходит не из Орловской области, а делает некоторую петлю и возвращается уже как товарная продукция из других регионов. Здесь тоже есть, мы говорили о возможности создания собственного производства, которое бы отвлекало только за фасовку. Также на аппаратном совещании были подведены итоги работы регионального отделения фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Речь шла и о планах на будущий год. Фонд реализует целый ряд программ поддержки, которые ориентированы на широкий спектр участников, от молодых ученых по программе «Умник» до малых инновационных предприятий, программы «Старт», «Коммерциализация», «Развитие кооперации» и «Экспорт». Размет грантов по данным направлениям составляет от 400 тысяч рублей до 20 миллионов на одного заявителя.